Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем учиться импортировать файлы из автокада в SketchUp, из Revit в SketchUp и научимся масштабировать изображение готового задания, чтобы оно у нас грамотно отображалось в самом SketchUp. Первоначально я буду объяснять со всеми основными настройками. Все временные метки по импорту из программ будут у нас с вами располагаться в описании. Итак, я буду базироваться на своем чертеже дом, который я проектировал по курсу автокада и Revit. Все плейлисты у нас уже настроены, располагаются в нашем канале. Что мне необходимо сделать? Во-первых, ознакомиться с теми слоями, которые у меня присутствуют в самом проекте. Конкретно это слои, которые создавались для окон и дверей. Также необходимое условие это помнить, какой масштаб отображения вы использовали и единицы измерения. В автокаде я проектировал в миллиметрах, поэтому мне нужно будет использовать шаблон архитектурный в миллиметрах. Что мне не нужно с вами по проекту? Мне не нужны оси. В оси я могу либо выключить данный слой, либо для простоты, чтобы он все-таки потом не всплыл при интеграции нашей модели, удалить ненужные оси. Воспользуюсь я функцией обхода наших слоев, оставлю только оси, выделю все элементы, удалю, восстановлю для отображения нашей оси. Выключу площади, мне они не нужны, только будут нам портить отображение. Различные табличные формы и значения. Мне они тоже не нужны. Условные обозначения я могу оставить, чтобы помнить, что у меня по материалу использовалось в проекте. Могу их удалить, на ваше усмотрение. Теперь что я сделаю? Сохраню как чертеж. Изначально у меня уже была попытка записи этого видео, у меня вылетел компьютер. Сохраню SketchUp AutoCAD. Сохраняю данный вид с заменой. Теперь я запускаю SketchUp. После запуска SketchUp, что мне необходимо учитывать? Мне необходимо правильно использовать шаблон, с которым мы с вами работали. Изначально я говорил о том, что проект выполнялся в миллиметрах. Соответственно, мне нужно использовать шаблон в миллиметрах, чтобы у меня адекватно все добавилось. Я мог перепроверить все расстояния. Использую архитектурный шаблон, подпись, миллиметры. Запускается наш SketchUp. Все настройки слоев, их обозначения переносятся у нас вместе с программой, вместе с самим CAD-овским файлом. Теперь, пока я в лотке все скрою, изначально в метках, напоминаю то, что в 20-й версии слои называются метками. Итак, файл, импорт, импортирую SketchUp, автокад. Прошу прощения, откачусь назад. Мы не проверили с вами единицы измерения. Файл, импорт, выбираю Автокад SketchUp и проверяю в параметрах. Что мне необходимо здесь проверить? В первую очередь, масштаб. Мы с вами в миллиметрах выбирали, поэтому мы оставляем здесь значение в миллиметрах. По умолчанию там единицы модели, но не советую ими пользоваться. Иногда бывает глюк, что воспринимают дюймы или футы. Поэтому я выбираю миллиметры. Соединить грани в одной плоскости. Не всегда SketchUp может определить грани, поэтому все равно нам нужно будет с вами дорисовывать необходимые сегменты и элементы. Дальше. Импортировать материалы мы материалы с вами не использовали, поэтому галочки активные либо нет, не имеют никакого значения. Сохранять начало координат рисунка. Тоже спорная достаточно функция. В Автокаде я не чертил в начале координат, поэтому мне все равно придется проект немного передвигать, если это будет необходимо. Единообразная ориентация граней. Можете оставлять, можете нет. Грани наших элементов все равно мы с вами будем корректировать. Нажимаем ОК. Импорт. Здесь у меня появляется окно импорта моей модели, про динамические блоки говорит и так далее. Импортируется мой файл. После импорта нашего файла обратите внимание о том, что сейчас я верну стиль, у меня запись немного остановилась. Обратите внимание о том, что в лотке у нас с вами отображение меток. Это слои. С 20-й версии SketchUp все слои, созданные в Автокаде, теперь уже называются метками. Можно добавлять отдельные слои, точно так же, как и в прошлом версиях, то есть клавишей плюс, добавить метку, перевести отдельные элементы в данную метку и так далее. Что нам необходимо теперь знать? Во-первых, сразу же перейду в стиле и активирую конечные точки. Они нам нужны для базового нормального построения всех необходимых элементов. Следующее, что нам необходимо сделать. После активации конечных точек мы с вами вообще увидим, где этот лоток, а то мало ли вы еще его не активировали. В прошлом видео я о нем говорил. Лоток у нас располагается во вкладке окно, лоток по умолчанию, скрыть или показать лоток. Итак, что я делаю теперь? Ну, давайте проверим наш проект. Модель у нас хоть и импортировалась, посмотрим, какие элементы у нас замкнуты. Я воспользуюсь функцией построения линии. Изначально что я сделаю? Точнее, лучше не так. Все контуры наших лестниц на данный момент лучше перегнать в отдельный слой и скрыть. Но прежде чем я это буду делать, импортированные все чертежи изначально у нас собираются в отдельную сборку. Ее лучше всего разобрать. Правой кнопкой мышки при подсветке у нас с вами есть возможность функции разъединить. Разъединяются элементы. Там у нас еще таблица экспликации в отдельных элементах, хоть она и невидимая. Но так или иначе, давайте почистим теперь от всего ненужного. Площади наших элементов. Мне на данный момент они не нужны. Также лестницу перегоню ее в отдельные элементы отображения. Зажатой клавишей shift перегоню ее в отдельную метку. Которая пока у нас будет с вами скрыта, чтобы она нам не мешала. Лестницу. Создать группу отдельную. И перегоним всю эту лестницу в отдельный слой. И выключим его для отображения. Я вижу то, что часть элементов у меня разомкнулась. Мне сейчас нужно будет замкнуть все необходимые контуры. Из-за них может произойти ошибка и в итоге у нас элемент будет не выдавлен. Вскрою пока все, что мне необходимо. Оставлю только стили. И воспользуюсь функцией построения линий. Замыкаю постепенно внутри. Я вижу то, что контур у меня обозначился. Замыкаю снаружи. Проверю через выдавить, вытянуть, что он мне предлагает. Разбивает стенки. Окей. Продолжаю обрисовывать. Обрисую внутреннюю грань. Он у меня определил. Обрисую внешнюю грань. Он у меня определил. Сразу же автоматически. Теперь, что я сделаю. Обрисую внешнюю грань своих стен. Теперь я могу вытянуть отдельно перегородки и со стенами. Здесь мне нужно будет их еще объединить. Этим я займусь немножко позднее. Поднимаю на высоту моего потолка. Изначально в моем здании в автокаде он был 3 метра. Поэтому я вбиваю значение 3000 в правом нижнем углу. Вы видите. Нажимаю Enter. И не забываю поднять ту же самую мою перегородочку. У меня с ней проблемы из-за лестницы. Сейчас мы это с вами почистим. Воспользуюсь функцией пластика. Удалю ненужные линии разделения. И они у меня сейчас станут необходимым цветом, как только я все откорректирую. Ненужные линии удаляю. Ненужные плоскости тоже удалю. Подсвечу их и просто клавиши Delete удалю. Ненужные грани почищу. Здесь у меня, скорее всего, линия, опять же, не объединилась. Судя по всему, да. Ничего страшного в этом нет. Сейчас будем с вами с этим разбираться и работать. Пола у меня пока нет. Я удаляю ненужные линии в основании. Все-таки лучше еще раз выдавлю. Проверю контуры. И выдавлю данный участок. Скорее всего, вот из-за сборки нашей лестницы, которая изначально присутствовала, у меня элементы разбились на отдельные грани. Произведу построение линейной. Вижу то, что теперь они уже у меня объединились. Объединились немного не в тот контур, который мне нужен. Выдавлю его проще от стены. Вот таким вот образом. Наши окна и двери я буду редактировать, когда мы с вами уже закончим с импортом модели из Revit. Следующий будет Revit. Потом по картинке будем чертить. И будем делать план нашего дома. Следующий Revit. Итак, теперь мы с вами осуществим экспорт из Revit SketchUp. Здесь опять же измерение у нас с вами в миллиметрах. Поэтому проделаем по сути дела одну и ту же функцию, как только создадим исходный файл для экспортирования. Я должен обязательно находиться на трехмерном виде. Это мой домик, который я проделал по курсу моего Revit. А возвращаясь на задат, обязательно на трехмерном виде. Нажимаю File, Export, Supper. И здесь меня интересует DWG-шный файл. То есть он, по сути дела, все элементы преобразует в набор линий. DWG. Нажимаю на три точки выбора экспорта. Здесь меня интересует, чтобы он у меня сохранил мои слои по проектной части. А для этого мне нужно их выгрузить из своего чертежа. Я импортирую, выбираю выпадающие менюшки, загрузить настройки из файла. Загрузка слоев появляется в окно, соглашаясь с выполнением данного действия. Сохраню в той же самой папке, где мы с вами выполняем экспорт для нашего SketchUp. В файл можно создать просто текстовый файл, создать обычный текстовый документ, блокнотовский. И выбираю его. Следующее. Перехожу в функцию тела. Меня интересует, чтобы тела моей модели экспортировались как тела ISIS. Следующее. Единицы координат. Проверю то, что миллиметры. И в начале координат выстроился мой проект. В общих. Меня интересует только проверить формат сохранения моего автокадовского чертежа. Меня он устраивает. Нажимаю ОК. Нажимаю функцию Далее. Экспортирую опять в ту же самую папку, там, где у меня были штриховки, мои слои, текстовый мой документ. Сохраню его под названием Revit SketchUp. Revit SketchUp. Дальше. Именование мы никакое не трогаем. Экспортируют все виды и листы. ОК. Создается экспортированный файл. Открывать я его не буду. У нас с вами будет набор линий. Он представлен. Мы все это увидим сейчас с вами в самой программе SketchUp. Он мне немножко подумает. Экспортирует всяческий набор линий. ОК. Теперь запускаем наш SketchUp. После запуска SketchUp в окне мы с вами выбираем архитектурный в миллиметрах шаблон. Выбираю его. Он у нас сейчас прогрузится, откроется. А в принципе дальше хронология действий такая же самая, как и в автокаде. О. У нас запустился SketchUp. Так же, как и в автокаде. Я помню, что в Revit я измерялся в миллиметрах, поэтому я выбираю изначально шаблон в миллиметрах. Архитектурный в миллиметрах. Запускаю его. Сейчас шаблон у нас с вами запустится. Мы снова находимся в стандартных настройках, которые я уже в прошлом окне активировал. Для тех, кто дополнительный, точнее с этой стороны будет у нас с вами лоток. Как он активируется, я говорил немного ранее с автокадом. Расширенная панель функции. Я тоже говорил об этом, как она открывается. Давайте экспортируем наш файл. Файл. Импорт. Точнее импортируем. Вспоминаем, куда мы с вами его загружали. Вот он. Зайдем в параметры. Посмотрим. Во-первых, уберу на данный момент соединение грани в одной плоскости. В Revit можно убрать, чтобы он не объединял ненужные нам элементы. Импортировать материалы обязательно. Сохранить начало координат необходимо, если вы спроектировали в Revit свой домик в начале координатной сетки, либо переносили ее. Она находится на плане площадки. Отображается как координатная сетка и внутри еще кружочек с треугольными. Итак, единицы миллиметра. Окей. Импорт. Импортируется данный файл. Что я вижу здесь? Сейчас он у меня прогрузится, потому что там еще есть элементы благоустройства, которые SketchUp пытается актуализировать. Появляется окно результатов импорта. Нажимаю его закрыть. Он еще немного подумает. И появляется окно у нас с Revit. Я уже вижу, что подгрузились сетки. Метки наши. Итак, вот он мой импортированный файл. У нас лестница куда-то убежала, но мы ее с вами будем проектировать вручную. Поэтому для начала и проще всего. Да, я могу посмотреть, что каждый элемент моих компонентов изначально загружен либо в отдельную структуру внутри. Сейчас я перейду. Либо в отдельную структуру метки, либо в отдельном файле. Да, можно точно так же подгруженный наш файл общий разбить на данный момент. Разъединить его. Я этим пока заниматься не буду. Что я сделаю для начала? В метках я выделю зажатой клавишей Shift все наши слои. И лучше на самом деле их просто удалить. Переместить содержание всех метки в единую. Соглашаясь с выполнением данного действия, у нас с вами не помечены остались только метки. Базовые. Что я делаю теперь? Для чего это вообще выполнялось? Во-первых, чтобы можно было почистить как-либо наш сегмент. Теперь я уже могу разъединить элементы, чтобы они у меня не мешались. Удаляю те же самые деревья. Могу удалить... Могу удалить мое ограждение. Просто выделяю... Какие-то элементы до сих пор остались у нас в группе. Ctrl Z. Что-то там удалилось. Пока этого лучше делать не буду. Но что я сделаю? Тот же самый автобус удалю. У меня он не нужен. Автомобиль мне не нужен. Топографию буду выделять всю целиком и удалять ее целиком. Мне она тоже не нужна. Топографию можно было удалить до разделения элементов. Разъединю мои ограждения. Буду их моделировать здесь вручную. Видим, что часть элементов у нас с вами все равно остается объединенной. Поэтому лучше все это чистить по итогу. Лестница. Лестница. Разобью ограждение. Разобью ограждение, чтобы не удалить то, чего нам нужно. Разобью, удалю ограждение видимое. Поручни наших ограждений тоже удалю. Под зданием у меня еще основание сформировалось. Я его тоже почищу. Это моя тупоповерхность. Чтобы осталась чисто фундаментная плита. Главное, случайно не удалить саму плиту. Удаляя чисто ненужные сегменты. Но чисткой сейчас заниматься не буду. Что я делаю теперь? Я могу создать дополнительные слои. Пускай это будет крыша. Крыша. Слой. Перегоню данную крышу в соответствующий слой данных об объекте. Чтобы ее уже теперь скрыть. Эту крышу тоже перегоню в обозначение необходимое. Избавлюсь от тупоповерхности, которая мне здесь уже видна. Отдельные ребра. Тупоповерхность лучше было бы всего удалить, прежде чем мы рассоединяли с вами общий файл. Теперь план второго этажа. Загоню в отдельную метку. Создам слой. Второй этаж. Загоню его слой. Второй этаж. Уберу метку. Я вижу то, что стены у меня были продлены. Поэтому в данном случае сборку лучше всего оставить отдельно. Второй этаж и стены гаражные. Сейчас я перегоню эти стены в отдельный, в первый этаж. Создам еще один слой. Первый этаж. Перегоняю в этаж один. Дальше. Создам отдельно метку для перекрытия. Ну, декоративные элементы на данный момент могу от них избавиться. Создам метку перекрытия. Напоминаю то, что метки это те же самые слои в ранней версии. Перекрытие. Выключу для отображения перекрытия. Вот он мой домик. Ну, в непомеченных у меня лестнице. Давайте создам лестницу. Выключу я для отображения. Касауры для данной лестницы я буду удалять. Потому что все равно я буду проектировать здесь отдельно. Выделялась фундаментная плита. Это не очень хорошо. Вот таким вот образом. Ну, а элементы декора я могу их тоже удалить, так как мне необходим сам план. Ориентирую свой вид сверху. И буду выполнять моделирование. Но прежде чем я давайте измерю, что у меня в итоге получается. По границам нашего объекта я тоже вынесу чертеж. Получается 10, 160. Наша стена. Я вынесу Ревитовский чертеж, с которым вы сможете перепроверить. Итак, что я делаю теперь? Теперь я могу, во-первых, обрисовать необходимый мне контур внутренних моих стен и внешних моих стен, как вам будет удобно. Основных помещений. Дверные проемы буду сохранять отдельно. Я вижу, что линия у меня сейчас убежала. Придется отредактировать. Я хожу все конечные точки, они у нас подсвечиваются отдельно. И буду вырисовывать все необходимые контуры. Но хронология действия, я думаю, вам ясна. У нас также обрисуется контур, и я могу его выдавить. На самом деле, обрисовать по внешнему контуру, по внутреннему контуру, воспользоваться изображением в Ревите. В зависимости от того, что вам необходимо выполнить. А так здесь все то же самое, линейными функциями у нас с вами настраивается. Потом эти линии нашего плана этажа можно удалить, можно скрыть, воспользоваться элементом выдавливания и опять же выдавить весь на основной контур. Теперь у нас с вами будет вставка картинки, по которой мы с вами будем делать. И теперь мы с вами будем учиться добавлять изображение и масштабировать ее в скетчапе при помощи графической картинки того же самого домика. По протяженности я сейчас буду вам говорить. Мы будем измерять в метрах, либо в миллиметрах, вы решаете сами, я об этом расскажу. Скетчап у нас с вами запущен. Что мне необходимо сделать? Выбрать шаблон для того, в чем мы с вами будем моделировать. Я буду измерять в миллиметрах, мне уже привычно, и в Автокаде, и в Ревите. Поэтому я выбираю шаблон архитектурный в миллиметрах. Выбираю его. Вы можете выбирать собственноручно тот, который будет удобен вам. Архитектурный. Сейчас у нас подгрузится наш проект. Итак, что я делаю теперь? Все иконки у меня остались опять же на тех же самых местах с последнего закрытия самого программы, даже возможно без сохранения. В левом верхнем углу файл, импорт. Выбираю картинку, которая необходима нам для подгрузки. Здесь у нее никаких уже настроек масштабирования нету, добавляю ее в пустой экран. Вот таким вот образом. Что я теперь проделаю? Чтобы корректно мне ее масштабировать, мне необходимо ее собрать в группу. Чтобы собрать в группу вставленный наш файл, нам необходимо сначала его разъединить. Итак, подсвечиваю его правой кнопкой мыши «Разъединить». А он у нас с вами теперь отдельным сегментом, полем, грубо говоря. Теперь нажимаю правой кнопкой мыши. Точнее, правой сначала выделяю «Создать группу». Эту группу я сразу же могу загнать в какой-нибудь слой. Пускай этот слой будет у меня исходный. Создаю слой в метках. Цвет можно любой задать, какой вам будет удобен на данный момент. И в метках группы, данных об объекте, загоняю его в слой исходный. Что я теперь делаю? Воспользуюсь масштабированием данного элемента. Я три раза нажимаю, на самом деле два раза, на свой добавленный чертеж. И теперь воспользуюсь масштабом. У меня мой домик получается 12 метров по протяженности, то есть 12 тысяч миллиметров до моего гаража, и 11 тысяч в глубину, грубо говоря. Я зацеплюсь за показатель, прошу прощения, сначала не показатель нашей линейки, рулетки, в точку 1, в точку 2. Я вижу значение площади, в точку 1, в точку 2. Я вижу значение площади и собственноручно вбиваю то, что мне будет необходимо. 12, 1, 2, 3. Изменить размер активной группы или компонента. Да, он у меня масштабировался на 12 метров. Измерю теперь. Ну 11, 900, 12 метров. Там я вижу то, что я немного промахнулся, но тем не менее мы с вами постарались попасть в все необходимые точки. И уже теперь здесь могу производить моделирование всех элементов. Все то же самое. Могу рядом со своим объектом, могу прям по нему выполнять моделирование. Тоже производится построение набором линий. В стилях правка включить конечные точки, чтобы мы их увидели. Можем задать цвет этих конечных точек, чтобы они у нас выделялись по нашему проекту, чтобы мы их видели. И начнем обрисовывать все необходимые показатели. Ну а окна дверей я буду вырезать чуть-чуть позднее. Обрисовываю те же самые наши стены. Возможно и картинка была как-то неправильно сфокусирована. Из-за этого еще может быть погрешность. Поэтому сейчас мы по сути дела чисто делаем эскизный проект. Каких-либо точных измерений, как у нас в автокаде, может не получиться. И мы с вами собственноручно будем все это редактировать. Внешний контур я замоделировал. Внутренний контур тоже буду моделировать. Выполнять построение. Я замоделирую с вашего позволения только внутренние границы своих внешних несущих стен. И уже дальше будем выполнять модельную часть. Те же самые эскизные линии, которые у нас с вами выдавливаются, я потом их могу выровнять. Опять же измерить линейкой и все это отрегулировать. Как вы видите, у меня в некоторых местах, где уже есть линии, появляется вспомогательная линия связи. Чтобы я нигде не промахнулся. Сейчас исходный файл линии я не перевел, поэтому не буду пока их затрагивать. Я вижу то, что у меня они не разъединились. Либо я выбрал не тот сегмент. Да, я выбрал не тот сегмент. Вот таким образом будет строиться уже модель моего домика. И поднимать на необходимую высоту моих стен. Дальше будет производиться чистка различных сегментов. Я соответственно буду выделять ненужные участки, заменять их в плоскости и так далее и тому подобное. Чтобы они у меня не переносились по графическому моей картинке. И опять же, почему было лучше строить отдельности, чтобы у нас потом с вами графическое представление нашего элемента, который мы с вами перерисовываем, не переносилось на модельские чапы. Поэтому большинство рассказывают о том, что лучше моделировать в отдельности. Но вы всегда можете ее заменить. Потому что формально сейчас у меня верхняя грань представляет из себя тот же самый вид картинки, по которой я вырисовывал. Ну а она может помочь вам отрегулировать наши двери. Но дальше уже на вкус и цвет фломастера разные, сами подбирайте какой необходимый подход. Я буду моделировать свой дом, основываясь на автокадовском чертеже. Он наиболее точный. Если вам понравилось видео, знайте, что нужно делать. Скоро увидимся.